70 лет со дня расстрела в Симферополе почтили память погибших актеров-подпольщиков из группы «Сокол», которая базировалась в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. 10 апреля 1944 года их расстреляли фашисты. Актеры не дожили до освобождения города всего три дня. Для нынешних сотрудников театра этот день всегда траурный. Они возложили цветы к памятному знаку и почтили героев минутой молчания. Они были актерами, но Великая Отечественная война внесла коррективы в привычный сценарий. Враг стремительно наступал. Уже в августе 1941 года в Крыму была проведена первая эвакуация. Симферополь фашисты оккупировали 2 ноября 1941 года. Театр имени Горького продолжил свою работу в мае 1942 года. За актерами пристально следили немцы. Именно в это время и начала работать подпольная группа «Сокол». Ею руководил Николай Барышев. Актеры стали подпольщиками. Чтобы полностью подпольная группа была создана из работников театра, это единственный случай в мировой истории. Во время войны они все показали, что они не только способны играть героев в спектакле, героев на сцене, а способны стать героями в жизни. В 1942-м приматеатра Александра Перегонец организовала при театре студию. Таким образом, актеры спасали молодых симферопольцев от угона в Германию и продолжали свою подпольную деятельность. Большей частью она была пропагандистской. Помогали и партизанам. Но и среди своих нашлись предатели. 10 апреля 1944 года подпольщиков «Сокола» расстреляли. Они спасли сотни людей. Благодаря им уцелело и здание театра. В память о героях поставили спектакль. Они были актерами. Премьера состоялась в 1973 году. И до сих пор собираются в полные залы. Зрители, каждое новое поколение, приходя на спектакль и понимая, какие же героические, какие великие, какие бесстрашные люди выходили на эту сцену, работали в этом театре, они задумаются о том, что такое родина, что такое настоящий патриотизм. Как же надо ценить, беречь и любить нашу землю, наш Крым. В 70-летие со дня расстрела актеров-подпольщиков, сотрудники Крымского академического русского драматического театра имени Горького и горожане возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибших минутой молчания. Те актеры, которые положили свои жизни за борьбу, за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, они герои. Они всего лишь три дня не дожили до освобождения Симферополя. Среди присутствующих режиссер документального фильма после премьеры «Расстрел» Александр Биланов. Он один из тех, кто не раз обращался к правительству Украины, чтобы актерам-подпольщикам присвоили посмертное звание героев. Но его так и не услышали. Еще и запретили показ его фильма на территории страны. Там проводятся параллели. Мы показываем, как сегодняшняя Украина, создавая новых героев в лице Бандеры и Шурхевича, забыла о героях истинных и настоящих, то есть о группе «Сокол», об актерах-подпольщиках и разведчиках. Теперь, когда Крым уже Россия, режиссер планирует обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы трём подпольщикам присвоили звание «Герой России», а остальных участников группы «Сокол» наградили орденами славы. Екатерина Сабинина, Сергей Козырь. Время новостей.